Эти добрые люди В России издревле существовало много примет по поводу встречи Нового года. Если на столе много еды и питья, весь год будет достаток. Если в Новый год делать тяжелую работу, то и год пройдет в тяжелых трудах. А если, например, начнешь чихать на Новый год, то это к благополучию и болезни могут уйти. А как отмечали Новый год в Древнем Египте, Вавилоне, в Риме, на Руси и в России? У нас в гостях историки Наталья Таньшина и Максим Емельянов-Лахинчик. Здравствуйте. Наталья Таньшина окончила исторический факультет Коломенского педагогического института, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета, специалист в области истории Франции нового времени, русско-французских отношений и истории международных отношений в XIX веке, автор свыше 60 научных работ, в том числе монографии, княгиня Ливин, любовь, политика, дипломатия. Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник, автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева», Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнбе. Праздник Нового года Наверное, начать стоит вообще с того, что, конечно, суть праздника Нового года и физически в христианской России традиционной, до Петровской, она была совершенно другой. То есть вообще по современным нашим представлениям о празднике можно забыть, говоря об той эпохе. Не было представления о том, что вот наступил Новый год, и это такой семейный праздник, который вот в современной России, наверное, и религиозные, и национальные различные общины объединяет. Один из немногих праздников – это Новый год, да? Что это семейный праздник, когда нужно сесть, отметить. Вот один ушел, другой приходит. Давайте пообщаемся, повеселимся. Да? Этого не было. На самом деле совершенно Новый год, как может быть это не печально, а, наверное, просто естественно прозвучит, Новый год традиционной Руси до Петровской не придавалось ему значение какого-то выдающегося такого события в годовом календарном круге, то, что нужно обязательно отмечать. То есть это могло быть отмечено в сознании, но не на столе, не подарками, и не выходило на первый план. Вообще, я надеюсь, что будет возможность поговорить сегодня. Я бы так вот выделил три основные, очень неожиданные вещи в русской истории, которые касаются Нового года и календаря. Совершенно неожиданно для большинства, наверное, наших современников, для массового сознания. Вот первое – это то, что в три разных совершенно месяца праздновали Новый год, да, об этом скажем поподробнее, март, сентябрь и январь, и почему. Второе – это то, что в какое время суток, если уж встречали Новый год или отмечали, то в какое время суток? Далеко не в полночь. И третье – это какой же, собственно, год, скажем так, если бы мы обратились к традиционному мировоззрению 16-17 века, то какой же год нам надо отмечать в следующем, например, сейчас? Далеко не 2013. Самое такое впечатляющее заключается в том, что как раз, вот я сказал, март, сентябрь и январь. Почему три раза в России переносилось празднование Нового года? Вернее, два раза на три разных месяца, да? Здесь опять параллель с пробуждением природы. Вот как языческая Русь, пробуждение природы, весна, март, а параллельно здесь и христианские смыслы с сотворением мира и началом христианской эпохи, эры. Точно так же и, если так условно, разбить всю русскую историю, всю русскую цивилизацию на три части. До шестнадцатого века, шестнадцатый и семнадцатый век. И вот уже такая вестернизированная, европеизированная Россия, которая открылась миру, впустила в себя мир, сама пошла по миру. Если так на три части разбить русскую историю, то совершенно четко налагаются эти три месяца празднования Нового года. Молодая Россия до конца пятнадцатого века праздновала Новый год весной, в марте. Причем по одним представлениям в начале месяца, то есть первого марта, а по другим представлениям двадцать пятого, почему я уже сказал, Благовещение. Это так происходило до 1492 года от Рождества Христова, который был семитысячным годом от сотворения мира. Почему? Потому что в этот год ждали конца света. Светопредставление. И надо, конечно, просто объяснить. Для современного сознания совершенно непонятно, почему именно в семитысячном году ждали конца света. А потому же, почему Иисус Христос родился в пять тысяч пятисотом году. Дело в том, что по представлениям священного предания, не писание. В писании об этом нет. То есть в Библии об этом не написано. По священному преданию святые отцы писали о том, что в первую неделю жизни своей Адам в раю в середине пятого дня согрешил. Это Ева. И Адам и Ева согрешили в середине пятого дня. Пять с половиной дней своей жизни. Так вот, Христос – это новый Адам. Поэтому он родился в середине шестого тысячелетия. Пять с половиной тысяч лет прошло. Родился новый Адам. Точно так же, как Адам согрешил через пять с половиной дней. Причем здесь святопредставление? Светопредставление здесь, опять-таки, четко связано. Если шестоднев мир был создан за шесть дней, на седьмой день Господь почил от трудов праведных, точно так же в христианстве существует представление о том, что мир, вообще вся мировая история, должен просуществовать более-менее спокойно. Шесть тысяч лет. А с седьмой тысячи лет, когда вот заканчивается вот эта неделя творения, символически накладываемая на жизнь всего мира, каким-то образом будет связан конец света. Тот самый апокалипсис, о котором сказано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда это произойдет. Так вот, все-таки, любомудрые, философы и богословы пытались годами и столетиями догадаться о том, когда произойдет конец света. И одной из самых распространенных идей была та идея, что седьмая тысяча лет будет связана с концом света. И когда на Руси дождались семитысячного года, 1492-го, соответствующим образом ожидали, что этим закончится конец света. Этим закончится вообще мир и наступит конец света. Надо сказать, что поразительная такая, наверное, параллель. Вот ожидали конца света в таком временном контексте. А ведь в этом же году, в 1492-м, был открыт конец света в пространственном смысле, то есть Америка. И с открытием Америки наступила новая эпоха для Европы, а впоследствии и в значительной мере на Россию это повлияло. Это как бы отдельная тема. Вообще путешествие Колумбра, его ведь не просто так выбрали, его не просто так отправили, и не совсем искать Индию. Он как раз, все это было действительно связано в плюнной степени с ожидаемым концом света. И нужно было найти выход, заглянуть за эту черту, попытаться спастись таким образом. И вот это тоже теория, она не безинтересная, потому что, к сожалению, об этом не сохранилось никаких документов, но, по сути, если анализировать события тех времен и подробнее посмотреть на личность Христофора Колумба, это очень интересный вид. Так вот, кстати, мы говорим про Европу, а что параллельно в Европе происходило? Вот мы так затронули 146-16-рабута. А Европа-то, она уже в скором времени сумеет перестроиться и перейти уже от юлианского календаря, который был не совсем точен, и погрешность в одни сутки набегала за 128 лет. Европа уже в XVI веке при Папе Григории XIII переходит уже к новому календарю, к григорианскому календарю, который был очень точен, ну, по крайней мере, по сравнению с юлианским, и эта погрешность набегала уже сутки раз в тысячу лет, ну, то есть в 10 тысяч лет. Ну, там, опять-таки, целый комплекс причин сложилось, по которым назрела вот эта вот необходимость реформы календаря. Мы уже говорили вот об этих днях весеннего равноденствия, зимнего солнцестояния, ведь как раз Рождество-то, оно и было приурочено к дню зимнего солнцестояния, а поскольку была такая путаница и несоответствия некоторые, то эта дата постепенно смещалась все ближе и ближе к весне. А потом то же самое и с Пасхой начало происходить, потому что в Пасху солнце, оно, как правило, должно было попадать в определенную точку. Вот, допустим, в соборе Святого Петра это должно было попадать в мозаику. И поэтому получалось так, что не только уже астрономы могли видеть, но и прихожане, и папы могли видеть, что смещение какое-то происходит. И отсюда вот эта вот потребность, которая привела к тому, что произошла смена календаря с Юлианского на Григорианский. А Петр Первый, который на Руси тоже очередную реформу провел, он, правда, не стал менять календари, и Россия, как известно, еще до 1918 года будет жить по календарю Юлианскому, но он, по крайней мере, как прагматик, не исходя из представления о конце света или о чем-то еще, а просто как прагматик, который побывал в Голландии, который увидел, что мир-то уже живет иначе, и России трудно жить по своему летоисчислению и общаться при этом с европейцами, вот он как раз вводит новую дату празднования Нового года, так как это было уже на тот момент в Европе, с 1 января. 1 января 1700 года. Правда, надо сказать, что елка, которую Петр как раз повелел ставить, наряжать дома, улицы веточками, вот она после смерти Петра в России как-то тоже ушла, то есть вот новогодняя елка, этот праздник приживался у нас достаточно долго, хотя вот именно при Петре все было вроде бы нормально, потому что праздники новогодние, они совпали с праздниками, которые были традиционно на Руси, со святками, и поэтому здесь как бы одно на другое наложилось, то же самое, как и в Риме, вот эти вот языческие праздники, христианские праздники, такой вот синкретизм наблюдается. В святке в Православии 12 праздничных дней между Рождеством и Крещением. В католическом христианстве святкам соответствует 12 рождественских дней, длящихся с полудня 25 декабря до утра 6 января. Часто также святки называются святыми вечерами, может быть, в воспоминании событий Рождества и Крещения Спасителя. Различают две традиции празднований святок – православную и языческую. Языческие святки особо насыщены магическими обрядами, гаданиями, приметами, обычаями и запретами, регламентирующими поведение людей. Эта языческая традиция осмысливается как пограничный период между Старым и Новым хозяйственным годом, а также представлениями о приходе на Землю с того света душ умерших. Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало по народным воззрениям возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных годами. В России только, наверное, уже в 19 веке елка, вот как такой атрибут новогоднего праздника, получила распространение. Но елка, она и в Европе-то прижилась, как именно дерево новогоднее, достаточно поздно в таком традиционном понимании, хотя корни уходят еще в глубокую древность, еще к языческим временам, потому что дереву и еле в том числе поклонялись очень многие народы. Германцы, допустим, древние поклонялись именно вечнозеленой еле и считали, что в ее кроне, в ее веточках живут духи. И поэтому германцы поначалу елку не себе домой носили, а приходили в лес и наряжали там елку чем-то съедобным, как правило. Опять-таки для того, чтобы задобрить злых духов. И уже потом елочку стали приносить домой и уж тем более наряжать. Считается, что первым нарядил елку Мартин Лютер, который, вот так вот прогуливаясь как-то вечером, сочиняя очередную проповедь, был поражен светом звездным и снегом, который блестел на елке. И вот он как раз ее и решил принести домой. И примерно в это же время и наряжать, собственно, елку стали. Наряжали, сначала наряжали, опять-таки, вот чем-то съедобным. Это, как правило, яблоки и орехи. Яблоко как плод познания, добра и зла. Орехи там по-разному можно трактовать, но в том числе человек должен преодолеть препятствие, расколоть эту жесткую скорлупу и потом добраться до сладкой серединки. Ну, либо как вот неисповедимость путей. Господних человек не знает, что его в этом орехе ожидает. А чуть позже возникают уже в XVI веке и первые елочные украшения. Но возникают они, опять-таки, в Германии, но от бедности. Дело в том, что у немецких стеклодовов не было возможности наряжать елку яблоками и орехами. И они тогда вот решили выдувать уже шары. И вот с тех пор эта традиция потихонечку так начала распространяться. Хотя, наверное, в общегерманском масштабе это произойдет только после франк-прусской войны 1870-1871 годов. Вообще, можно проследить такую закономерность, что все вот эти, казалось бы, радостные новогодние персонажи или атрибуты, они связаны так или иначе с воинами. Будь то Санта-Клаус, который как раз в годы гражданской войны в США между Севером и Югом приобретает свои реальные очертания и даже сражался на стороне Северной армии по просьбе президента Линкольна. Будь то Дед Мороз, который в советское уже время принимал активное участие по сути войне и его часто изображали воюющего против фашистов или с мешком с оружием. Или вот та же самая елка, которая для поднятия боевого духа немецких солдат наряжалась в лазаретах, в лагерях и в Версальском дворце, в котором и будет заключен мир, тоже была установлена елка вот именно с такими разноцветными стеклянными шарами и вот отсюда эта традиция получила уже такое широкое распространение и по Германии, и по миру. Мы когда говорим вот о праздновании Нового года и всегда у нас в советских, в том числе, людей два Нового года. Старый, новый. Но очень часто мы не задумываемся до конца, оно почему так происходит? Почему вот такой консервативный институт, как церковь, не хочет менять календарь? Именно не вся церковь христианская, а только вот православные конфессии, это греки, сербы, мы и еще кто-то. Но даже не весь православный мир отказывается переходить на новый календарь. И то в Греции там тоже две церкви существуют. Получается, такой есть прагматичный подход, как Петр Первый повелел, да? А с другой стороны, или как посчитали, вот погрешность, а с другой стороны, исчисление пасхалей, они не исходят чисто вот из астрономических вещей. Там есть еще более сложные мистические моменты. И это вот именно исчисление пасхалей, связанное с пониманием совпадений или несовпадений определенных событий в разных календарях, в разных там народов, в том числе. Там есть очень такие пикантные вещи, кстати. Например, то, что православная пасха не должна совпадать с иудейским пейсахом. Да, ну, это считается, что, насколько я знаю, вот этот сам факт заклания жертвенного агнца в иудейской традиции не должен совпадать с закланием фактически Иисуса, как жертвенного агнца Божия. Это невозможно. Вот невозможно и все. А если, то есть, если мы сейчас дальше начнем рассуждать, мы уйдем в очень серьезные богословские рассуждения, которые надо специально готовиться к этой программе, так это не вдруг. Вот. А тогда будет совершено кощунство. И вот невозможность допущения этого факта делает, соответственно, неприемлемый переход на так называемый новый стиль. И это не имеет никакого отношения прямого к природным явлениям. То есть, еще надо понимать, что человечество... Смыслы. Да, что человечество уже давно живет в другом измерении. Мы нельзя называем время, в котором мы живем, новой эрой. Новая эра от чего? От Рождества Христова. И поэтому вот эти смыслы, вложенные в лето Господнем, уже упоминали сегодня это словосуществление, оно выстраивает человеческую жизнь немножко по-другому. То есть, меняется его не просто необходимо исследовать сельскохозяйственному циклу обработки почвы, земли и так далее. Все, что угодно. Собирание плодов и ягод. А появляется новый пласт культуры, в том числе духовный. И вот здесь календарь и в том числе праздники и праздник Нового года как один из самых светских вроде бы праздников, не имеющий никакого общего вроде бы с религиозным сознанием, тем не менее через него мы выходим на такие пласты духовные, которые наше секулярное современное сознание не хочет обсуждать. Они ему не очень приятны иногда. Но с другой стороны, именно это знание обогащает человечество и делает человека тем самым почти хозяином мира, о котором многие так любят говорить, но есть смыслы. и вот этих смыслов иногда не хватает. Ну вот, Борис, потому что Наталья сказала, потому что вы сказали, конечно, много что можно добавить, в том числе с соответствием юлианского и григорианского календаря, но так и получилось ненароком, что мы перескочили очень большой отрезок времени, если с вашего позволения можно. Я бы еще все-таки пару слов сказал о Депетровской Руси, о том, как там Новый год и календарь, дела с этим обстояли. В 1699 году государь Петр Алексеевич принял решение праздновать с 1 января. Причем интересная деталь. Как мартовский Новый год, который был в России до конца 15 века, так и январский Новый год имеют римскую традицию. Только в первом случае мартовская традиция – это традиция до реформы Юлия Цезаря, до появления юлианского календаря. А в втором случае январская традиция отмечания Нового года – это тоже римская, но после того, как Юлий Цезарь провел календарную реформу. А вот эта срединная в русской истории традиция отмечания Нового года – сентябрьская – это уже наследие Византии. То есть это тот период времени, когда Россия больше всего апеллировала к понятию Москва-третий Рим. И с соответствующей женитьбой Ивана Третьего на Софию Палеолог целым перечнем событий, которые произошли в конце 15-го, начале 16-го века и на протяжении 16-го века Первый Царь, Первый Патриарх и так далее, с изменением и, я бы сказал, всплеском самосознания народного и вообще русского самосознания как раз и происходило вот это осмысление, что мы должны праздновать так, как праздновали во Втором Риме, в Павшей Византии. Причем Византия, по представлениям русских людей, она пала не под ударами турок, а под ударами Феррара Флорентийской Унии. То есть в духовном смысле она пала не под мечом. Вот это такие интересные нюансы, которые, наверное, стоит заметить. Ну и чтобы резюмировать то, о чем я сказал в связи с тремя временами, месяцами празднования Нового Года на Руси, можно сделать такой вывод, что молодая Россия праздновала весной, зрелая Россия праздновала тогда, когда собирают плоды, то есть в сентябре, а уж совсем зрелая такая, старая, пожилая Россия начала праздновать в заморозке, то есть в январе. Вот это интересная такая, мне кажется, деталь. Потом, что касается времени, когда вообще принято было на Руси отмечать сутки. Вообще в России счет суток и часов внутри суток было совершенно не такое, как в Европе. Когда европейцы приезжали в Россию, они поражались тому, как на Руси считают часы. Дело в том, что четыре времени года и четыре способа было подсчета сколько суток в дне, сколько суток, что же такое говорит, сколько часов в сутках и сколько часов в дне, сколько часов в ночи. Ну, вот я могу такое процитировать, будет проще, чтобы не запутаться в этих цифрах, во всех. С июня по август 17 часов в дне и 7 часов в ночи. С декабря по февраль наоборот 17 часов в ночь и 7 часов в дне. А два других периода, то есть с марта по май, с сентября по ноябрь равное количество часов. Тогда как в Европе круглый год было равное количество часов. 12 и 12. 12 часов в дне, 12 часов в ночи. Вот это совершенно забивало с толку иностранцев, когда они приезжали в Россию, а когда еще в России появились часы не европейского образца, где там отмечались вот эти вот все в зависимости от месяца разное количество часов в дне и ночи, это, конечно, вызывало, мягко говоря, непонимания со стороны иностранцев, но это была наша особенность. Наконец, что касается, когда встречали Новый год, когда все-таки он приходил. Март или сентябрь или январь, без разницы, Новый год приходил не в 12 часов ночи, а он приходил в 6 часов вечера. Да? Да. Он приходил в 6 часов вечера. Это вот так называемое византийское время, которое закреплено в небезызвестном типиконе до церковном уставе, ну, как и с точки зрения юлианского календаря русско-правосланцев живет по историческому календарю. Точно так же с точки зрения вот представления о том, когда начинаются сутки, русская церковь по-прежнему живет по традиционным российским, русским представлениям. Считается, что благослужебный день это 17 часов вечера. Самое интересное, что это русское и византийское время, оно совпадает и с библейским ветхозаветным израильским временем. Только там это называлось ночью делилось на стражи, а день делился на часы. А, соответственно, в русском и византийском просто на часы, а часы уже на часцы. То есть минута это часец. Ну, и соответствующим образом можно говорить о том, что одна стража или один час библейского времени содержал в себе три часа нашего обычного времени. Поэтому в шесть часов вечера встречали Новый год на Руси. А в Европе это встречали? А в Европе было по-разному, потому что вот опять-таки взять тех же немцев, у них действительно до сих пор сохраняется традиция праздновать Новый год именно вечером, примерно так часов шесть, а уже к двенадцати они все это делают, переносят на улицу, как и у многих других народов. Вот отсюда гулять. То есть, с одной стороны, праздник-то семейный, но с другой стороны, проводящийся именно в обществе. Ну, собственно, персонаж это новогодний. Дед Мороз, Негурочка. Вот на Русиане как раз, по сути, сказочные персонажи. И как персонажи вот такие персонифицированные, они ведь как раз появились во многом именно из сказок. Вообще-то, Дед Мороз, этот персонаж, конечно, очень древний, особенно если мы обратимся к славянской мифологии. Дед Трескун, Дед Студенец, Карачун. То есть, это очень древние персонажи, которые действительно были злыми, безжалостными, которые не то, что дарили детям подарки, а которые сами эти подарки требовали для себя. Ну, хотя в Европе ведь, в принципе, то же самое было. Если мы обратимся к святому Николаю, собственно, про образу всем известного Санта-Клауса, то он тоже был, конечно, человеком очень добрым, но справедливым и строгим. И поэтому и сейчас есть, допустим, у тех же французов Пернеэль, Дед Мороз, но при нем всегда есть Перфуэтар, то есть, Дед с розгами. Или, опять-таки, традиция, что Дед Мороз может принести и положить в мешочек угольки, а не подарки, если ребенок себя плохо вел. Или в некоторых странах кизиловые веточки до сих пор дарят, те же самые болгары, ударяют друг друга шуточным образом кизиловыми веточками. Дед Мороз, Морозка, герой славянского сказочного и обрядового фольклора, главный сказочный персонаж на празднике Нового Года. Изначально в славянской мифологии олицетворение зимних морозов. В других странах существуют свои новогодние и рождественские персонажи, то есть, родственники Деда Мороза. В англоязычных странах это Санта Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом и в красные шаровары. На голове непременно красный колпак. В Швеции два Деда Мороза. Сутулый дед с шишковидным носом Юл Томптен и карлик Юл Несаар. И тот и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки на подоконниках. А в стране басков Деда Мороза зовут Оленцеру. Он одет в национальную домотканную одежду и обязательно носит с собой пляжку хорошего испанского вина. Важно отметить, что все-таки Николай, Святой Николай Угодник, как прототип Санта Клауса, это в сознании европейского обывателя. На Руси никогда Николай Мерликийский, Николай Угодник не сопоставлялся ни с Новым годом, ни с Морозом, ни с подарками. Ну, начать с того, что он древнее, просто Мороз-то гораздо древнее. Ну, там есть использование вот этого факта, когда он принес сестрам и подарил какие-то в мешочках, оставил то, что они просили. Он на протяжении долгого времени бросал вот эти монеты для того, чтобы они смогли в конце концов выйти замуж. И отсюда, да, и отсюда вот это возникло, трансформировалось традицию. Да, что якобы он однажды пришел, и окна были закрыты, и он подбросил эти монетки в трубу, а монетки упали уже в носки или в чулки, которые сушились около камина. И вот с тех пор эта традиция и повелась. Вообще, вот если говорить о традиции Санта-Клауса в Европе, то в основном это голландский, английский, пуританик принесли уже в Северную Америку и именно в Соединенных Штатах, североамериканских Соединенных Штатах по тогдашнему названию. Культ, можно сказать, Санта-Клауса, он растел бурным цветом. Потому что, в принципе, в Европе такой традиционный до Соединенных Штатов это не было так популярно. Это стало популярно уже именно в протестантской среде заморя. Потому что традиционная церковь католическая, она не позволяла вулигаризировать образ Николая Чудотворца, а в Америке это попроще. Хотя сами протестанты, голландцы, которые прибыли в Америку и которые основали Нью-Амстердам, они ведь Рождество не справляли, что характерно. У них просто на корабле была статуя, изображение Святого Николая. Потому что ведь у голландцев Святой Николай, он издревле считался покровителем торговцев, мореплавателей. То есть он у них был почитаемый по своим каким-то причинам. Не как потом в Европе человек, который является покровителем детей. И как раз в Нью-Амстердаме, на центральной площади, они установили статую Святого Николая, вот этот символ, который они привезли с собой. А потом уже во многом, собственно, вот этот вот синтеркласс голландский трансформируется в общеизвестного Санта-Клауса во многом благодаря литературе. Потому что сначала Вашингтон Ирвинг напишет историю Нью-Йорка. Нью-Йорк, это как раз и есть прежний Нью-Амстердам. Вот в котором как раз появится вот этот вот образ Святого Николая. А потом уже в 1822 году профессор семинарий, преподаватель греческого языка и латыни Клемент Кларк Мур, вот он как раз для своего ребенка, для своих детей напишет поэму «Приход Святого Николая» или вот «Ночь накануне Рождества». Причем напишет буквально для домашнего пользования. Но вот здесь уже появится такой традиционный Санта-Клаус, не как уже серьезный, строгий архиепископ Николай, а вот в образе какого-то эльфа или гнома, как потом будут представлять Санта-Клаусу традиционно. И вот он уже как раз приедет на восьмерке, правда, оленей с подарками малышу. Друзья вот этого человека Мура, они эту поэму опубликуют, она станет необычайно популярной, а потом уже, собственно, вот такой вот образ всем известный, он появится в 60-е годы, будет связан с именем известного американского художника Томаса Наста, который на протяжении не одного десятка лет будет делать карикатуры для одного американского журнала, причем как раз в 60-е годы, это придется на, как я уже говорила, войну между Севером и Югом, и Линкольн действительно попросит Наста изобразить Санта-Клауса воюющим на стороне северян для поднятия боевого духа солдат. Но он, правда, тогда еще был совсем не таким, как мы его все знаем, не красно-белым Санта-Клаусом, у него была какая-то такая курточка, ну, в общем, одет был по-военному, потому что, понятно, военное время, и поначалу-то он использовался в таких вот политических карикатурах, а потом уже стал использоваться как персонаж для детей. И, собственно, свои уже такие цветные очертания он приобретет в 80-е годы, 19-го столетия, когда в Америке распространится викторианская традиция поздравлять друг друга с Рождеством с помощью рождественских открыток. И вот там уже этот образ нам хорошо известный появится, ну, и, наверное, такую финальную точку в этом деле поставит в 31-м году Кока-Кола, которая возьмет Санта-Клауса для своей рекламной кампании, вот под этим лозунгом, что Санта-Клаус тоже пьет Кока-Колу, и вот именно этот персонаж является сейчас широко известным, хотя он тоже постоянную какую-то интерпретацию и изменений претерпевает. Допустим, раньше его всегда изображали с трубкой, или те же самые голландцы изображали его стройным курильщиком трубки, потому что он как раз прочищает еще и дымоходы, трубочист, а сейчас вот на волне антитабачной такой кампании с трубкой его можно встретить все реже и реже. Ну, вообще шутят сейчас, что Санта-Клауса придумали крупные торговые сети для того, чтобы организовывать вот этот пифомос. Точно так же, как конец света от мая. Да, да, да. А сейчас его даже в рекламе используют, не то чтобы в рекламе, но у философов, постмодернистов, у них даже есть такой термин, логика у французов, вот Жан Бодрегер, знаменитый философ, постмодернист, есть такой термин, логика Пернаэля. И это как раз связано с рекламой, как одним из атрибутов постмодернизма, потому что на чем основана вот эта вот реклама современная? Она не основана на каких-то научных доказательствах, тезисах, и вообще мы в рекламу не верим, но при этом мы все это очень хорошо покупаем. Вот то же самое касается Деда Мороза. Даже дети, может быть, в Деда Мороза не верят, и взрослые не верят в Деда Мороза, но все каждый год ждут чуда. Вот такая вот логика Деда Мороза. Вот у нас Дед Мороз, елка в сознании людей советской эпохи, скажем так, ассоциироваться совершенно с добрым домашним праздником, и так оно и есть. Даже советские люди ждали. Но самое интересное, что начиналось, ведь это совершенно иначе, то, о чем вы сказали, то есть в протестантской среде, где не праздновалось Рождество, как раз вырос вот культ Деда Мороза, Санта-Клауса, и то же самое в советское время, в 20-е годы, когда было запрещено, ходили люди, заглядывали в окошки, запрещено было праздновать Рождество православное, люди заглядывали в окошки, скажем так, люди в форме, на предмет того, чтобы никто этого не делал, чтобы не праздновали, не встречали Рождество. Так вот, тогда активно продвигался как раз праздник Нового года, и вот Дед Мороз, елочка, при том, что елочке тоже досталось, первоначально она считалась буржуазным атрибутом, что это богатые буржуи, своим детям, ставили эти елочки до революции, но потом вот какой-то очень сознательный комсомолец написал соответствующую статью, и там в течение четырех дней во всех магазинах появились елочные игрушки, елки и так далее, и понятно, что комсомолец был засланным казачком, вот, но смысл в том, что действительно все-таки атеистическая, либо протестантская среда, либо атеистическая среда, она выковала тот совершенно добрейший образ, который мы теперь знаем. Причем в России ведь елка тоже появилась достаточно поздно, вот я уже говорила, что Петр попытался, но потом как-то эта идея сошла, она нет. И елки новогодние, они в России начали появляться только в XIX веке. И в Европе даже. И в Европе даже. И в Европе даже. Он же даже елки не просил точно ставить, там же была такая указность правильная. В Европе как раз из Германии эта традиция постепенно распространится по всему континенту, по... В Англии, в Англии, кстати, тоже, опять-таки, немцы, вот именно с его деятельностью будет связано появление елки в Англии. В Вене, например, елка появилась, опять-таки, тоже благодаря немцам через германских посланников. В России в 1818 году впервые появилась елка во многом по настоянию супруги будущего императора Николая I Александра Федоровны, которая как раз первая в этом году елку организовала, а уже в 1928 году, уже будучи государиней, впервые такая елка была проведена уже для ее дочери, для... Публичная. Да, 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 публичная первая елка. Всегда пример царской семьи, он брался за эталоны, оттуда шла новая традиция или оригинальная традиция. Она была немка же по происхождению. Хотя в советское время не сразу елку-то запретили. Сначала попытались это как-то трансформировать в праздник такой социалистический, советский. Были даже такие комсомольские святки. Комсомольские святки с 1922 года пытались их проводить на протяжении нескольких дней, когда сначала читались лекции, потом устраивались манифестации, соответствующие содержания дискуты. А в третий день все-таки был какой-то праздник. Но вот к 1929 году действительно все это прикрыли, и в 1935 году, после появления вот этой вот статьи, когда боролись одновременно с левым уклоном, потому что статья-то была такого содержания, и в ней говорилось о том, что вот почему вот раньше дети рабочих и крестьян были лишены такого светлого праздника, и они с вожделением заглядывали в окна буржуев и смотрели, как буржуйские дети веселятся на елке. А почему же вот мы сейчас тоже наших детей этого лишаем? Не иначе, как левые уклонисты задумали что-то. И действительно, вот в четыре дня все эти мероприятия были организованы, и, собственно, тогда же и появляется и Дед Мороз, и Снегурочка, потому что Снегурочка это, наверное, такое российское изобретение. Санта-Клаусу там могут сопровождать животные или черные, а вот у нас именно девочка или молодая девушка. Самое интересное, что я сейчас внесу свою лепту в этот вот разборот мнений и шатаний по поводу Нового года в том смысле, в каком я уже говорил, какой же, собственно, год на дворе. Какой год нам встречать? Это, наверное, с вашего позволения, будет последним отсылом к допетровской эпохе, потому что в России 15-16 веков и Европе синхронной ей существовали совершенно разные представления о том, в каком же году от сотворения мира родился Иисус Христос. Разница 8 лет. По русским представлениям в 5500 году, то есть, да, помните, пять с половиной дней первой недели Адама, точно так же через 5500 лет пришел Христос в новый Адам. А вот, значит, любомудрые богословы европейские к тому времени высчитали, что все-таки 5508 лет прошло от сотворения мира до Рождества Христова, поэтому теперь в общепринятые такой вот тенденции к текущему году, для того, чтобы посчитать, сколько прошло от сотворения мира, вот эту эпоху от сотворения мира, к текущему году добавляет 5508. Это европейская тенденция. Впервые она заявила о себе в России после Ферраро-Флорентийской унии, когда небезызвестный Исидор, значит, принял эту унию от лица России, за что был посажен в тюрьму, печально закончил дни свои. Так вот, этот самый Исидор принял и новую дату Рождества Христова. В России этого никто не понял, мягко говоря, и об этом забыли на 150 лет. В 1666 году в грамоте на соборе 1666 года, когда патриархи собрались не изложить Никона, патриарха Никона, проведшего церковную реформу, вселенские, то есть уже восточные патриархи собрались, чтобы в свою очередь провести реформу над самим Никоном, они в этом документе, впервые в официальном документе написали дату от сотворения мира и дату от Рождества Христова таким образом, что между ними была европейская разница 5508 лет. То есть тихой сапой на Руси была введена разница в 8 лет. Об этом достаточно мало говорят, потому что, в принципе, специалисты-историки об этом знают, а на широком уровне массового сознания об этом практически неизвестно. Почему потом еще Петр I в 1699 году, когда, значит, произошел переход от эры сотворения мира к эре от Рождества Христова, празднования с января Нового года, а не с сентября, третью вещь, которую он сделал, он как раз уже в своем этом акте законодательном отметил, что ныне не 1708 год, а 1700 год. Вот эта разница в 8 лет была закреплена уже законодательно не на церковном уровне, а на общегосударственном уровне. Почему это важно? Надо сказать, что если уж мы говорим о том, что разница между грегорианским и юлианским календарями важна, то здесь тем паче важна, потому что эта разница в 8 лет между европейскими и русскими представлениями о Рождестве Христа непосредственным образом связана с символом веры. В символе веры написано, что Иисус Христос был распят при понтийском Пилате. В Евангелии сказано, что при царе Ироде было избито 40 тысяч младенцев. И так далее, многочисленные привязки Август, Тиберий, Кесарь и так далее. Эти привязки, которые по современным представлениям, если сейчас 2012 год, они никак не ложатся. Евангелие не совпадает с исторической истиной, потому что Понтий Пилат жил в другое время, Ирод умер в 4-м году до н.э. Чем, скажем так, критики христианского мировоззрения в советское время особенно активно пользовались, активно говорили о том, что, ну как же мог родиться Иисус Христос при Ироде, если Ирод умер за 4 года до него. И, например, вульгарные историки сейчас этим пользуются. Самое интересное заключается в том, что если вернуться, ну по крайней мере, мысленно, вот сейчас за этим круглым столом, вернуться к эре антиохийской 5500 лет, прибавлять к Рождеству Христову к текущему году, то получается, что евангельские свидетельства, они попадают в точку. Если, может быть, мы с вами или большинство телезрителей не представляет о том, что вот есть такая разница в 8 лет, то некоторое количество наших современников живет именно по этой эре. Я имею в виду старобрядцев, потому что старобрядцы не праздновали двухтысячелетие крещения Руси, по той простой, что я говорю, двухтысячелетие Рождества Христова, потому что в 2000 году для них не было Рождества Христова от такой даты. Она произошла на 8 лет раньше. В любом старобрядческом календаре в 1992 году по нашему летосчислению были 2000 лет от Рождества Христова. Ну, тут можно еще другие примеры приводить, но я, пожалуй, приведу еще такую небольшую цитату из книги дипломата, писателя, путешественника 17 века Арсения Суханова. У него книга называется «Прение с греками о вере». Что интересно, он был новообрядцем. То есть это как бы совершенно понятно, что новообрядцы и старообрядцы немножко по-разному смотрят на эти вопросы, но в данном случае Арсений Суханов, представитель официальной церкви, обращаясь к грекам, писал следующее. «Да вы ж или та от Рождества Христова потеряли?» Пишите в нынешнем 158 году от Рождества Христова 1650 год. Ну, то есть другими словами он «Эру от Створения мира» приводит, «Эру от Рождества Христова», что мы доживем в 1658 году, а вы в 1650, куда 8 лет дели. Вот какая интересная, скажем так, разница между представлениями новообрядной церкви, старообрядной церкви, ну и, наверное, даже вне зависимости от религиозных верований, если мы говорим о Допетровской Руси, мы должны понимать, что Допетровская Русь, она была на 8 лет старше, чем нам кажется. Конечно, вот наша новогодняя тема сегодня, она вынуждена касаться вот этих очень сложных пластов человеческой культуры и цивилизационных пластов, а календарь – это вот сколок практически всего. Нужно рассуждать литературе о тех образах, которые там писатели или философы, скульпторы, там, значит, древнегреческие изображали, но когда касается календаря, тут сразу мы говорим об образе жизни. И вот заканчивая скорее нашу передачу, подходя к финалу ее, сегодня Новый год – это неотъемлемая часть образа жизни ну, современного человеческого общества. Ну, может быть, небольшие какие-то отдельные культуры, ничего не значит. Даже китайцы, они тоже празднуют Новый год, только свой. Ну, они и наш тоже празднуют. Причем в четыре раза в году. Да, у них это в этом отношении весело всегда. Да и на Руси была такая знаменитая поговорка, что для Бога у пьяниц праздников много. То есть можно праздновать регулярно. Вот. А при мизине каждый год новую жизнь начинается новым именем. Каждое утро шепчут на ушко потихонечку друг друга свое новое имя, чтобы злые духи не услышали. А французы, кстати говоря, до сих пор устраивают на Новый год шумовые такие представления, опять-таки, чтобы тоже отпугнуть злых духов, чтобы те ничего такого не услышали. Насколько вот сильно, ну, для, допустим, христианского сознания, какие духи, да, никакого отношения. Но даже, вроде бы, в такой цивилизованной Европе, да, якобы продвинутой, вот эти вот верования, да, обряды, тоже Хэллоуин, вот, известный нам так сильно навязыванный. Так оказалось, связанный с Новым годом, с связками. Да, но это все трансформируется. Синкретизм. Да, и наш сегодняшний такой разговор, он в том числе должен помочь нашим уважаемым телезрителям отделить смысл от сигналов, как сейчас иногда любят говорить, что вот в тех символах Нового года, а закончим мы, естественно, Снегурочки, вот, столько много всего, что это не только вот такая прекрасно одетая в мех, в шапочку такую яркую, беленькую, как правило, голубеньким, вот так вот, под боем, вот, все хорошо, на самом деле это очень серьезный символ. Вот, и Римский Корсков не зря же ведь выбрал образ Снегурочки для своей бессмертной оперы. Ну, со Снегурочкой там тоже все было не так однозначно. У Деда Мороза вроде как была жена, вот эта вот злющая зима. Но это была не Снегурочка. Но это была не Снегурочка. А Снегурочка, она уже действительно появляется в 19 веке, как прежде всего литературный, ну, как литературный персонаж. Хотя, если мы обратимся к тем же самым калядкам, ведь калядовали дети, не случайно дети, а это как символ Нового года, рождающегося года, вот какого-то начала, то, о чем вы говорили. Опять-таки, январь, янус, янус, бог, начало и конца, дверей открытых, закрытых, тоже все не случайно, очень символично. И вот как раз Снегурочка, она появляется сначала именно в сказках у того же Афанасьева, который как раз собрал все вот эти вот представления об этой самой снежевиночке или снегурке девочки, которая прыгала через костер, точнее, которая сначала родилась у бабки с дедом, которые долгое время не имели детей, которая потом погибла вот так вот летом, прыгая через костер. Потом это уже нашло продолжение у Островского в его снегурочке, но которая, правда, не пользовалась какой-то большой популярностью и любовью. И, кстати, вот упомянутый римский и Корсаков, он ведь тоже сначала без восторга воспринял эту идею взяться за оперу, за Снегурочку, потому что вот это вот царство Берендеева, оно ему показалось каким-то очень таким странным, непонятным, но потом он действительно как-то проникся этим чувством и появилось вот такое замечательное произведение. И, собственно, сама Снегурочка как персонаж получила свою жизнь, но больше уже, наверное, в советское время, потому что вот именно в советское время Снегурочка, которая изначально воспринималась как символ застывших вод. Вот почему она либо во всем белом, либо в голубом. Вот потом она стала неотъемлемой спутницей Деда Мороза. У нее есть тоже сейчас своя резиденция в Костроме, официальный день рождения у нее установлен в ночь с 4 на 5 апреля, потому что она считается по традиции, вот все мы знаем, что она внучка, но при этом она дочка Деда Мороза и весны красны. То есть здесь такая вот некая путаница, но на которую никто не обращает внимания. Реально, люди все равно хотят чуда, они хотят сказки, они хотят радоваться, они придумывают себе традицию, ту, которая сегодня им кажется с руки, вот, не совсем вдаваясь особенно в детали, откуда есть пошел этот символ, но все равно в итоге люди хотят, чтобы на Новый год Рождество, это понятно, это христианский праздник, и все вот так более-менее представляют, что они отмечают, а вот Новый год это игрушки, подарки, это веселые какие-то празднества иногда безумные, но больше для детей, в том числе, и каникулы придуманы зимние, чтобы не только, чтобы дети проводили много времени со своими родителями, но реально-то подарки и желание дарить друг другу что-то, это ведь, ну, это же не сейчас возникло, это еще в доиндустриальную эпоху. Да и в Древнем Риме императорам было принято дарить подарки как раз на Новый год, а Каллигула-то кто-то вообще на площадь выходил и все записывал, кто, сколько, подарил и потом всех казнил. Да, кто мало подарил или не то. А наоборот, тот же Юлий Цезарь освободил одного раба за то, что тот пожелал ему прожить в следующем году больше дней, чем в предыдущем. Листить тоже надо уметь. Да. Или, допустим, деньги на булавки, вот эти вот пинмани, с 1800 года, в принципе, уже вот сама эта традиция, когда мужья дарили женам какую-то небольшую сумму денег, вот именно на булавки, на мелочь всякую, исчезла, а вот сам термин сохранился. Раньше, на день рождения, на день ангела, вот, к празднику, ну, в России-то, к Пасхе дарили, к Троице, Николу Зимний, там, вот, принято, в Венгрии, например, столкнулся с такой обычаем, что первые подарки детям дают на Николу Зимнего. И вообще в Европе вот это имеет... С 10 века как раз, да, подарки стали раздавать, но сначала появилось такое... Это Новый год же не имеет никакого отношения, к Рождеству тоже. А это имеет отношение к Святому Николаю, ведь день его поминовения приходится на 19 декабря. И вот как раз сначала появилось музыкальное произведение в честь Николая, очень популярное, а потом как раз вот в Кёльне, в том же самом 10 веке, от имени Святого Николая стали детям вот этой вот церковно-приходской школы раздавать подарки. И оттуда уже пошла вот эта вот традиция. На самом деле вопрос о том, когда кому что дарили, это такой очень скользкий вопрос. Деда Мороза дарили. В источниках практически не упомянут. А на уровне устного народного творчества иногда встречаются такие пеплые, что когда я готовился к передаче, я узнал о том, что оказывается семён летопроводится, то есть первое сентября, а крестьяне встречали таким образом. Они обязательным порядком закалывали свинью. Ну так вот, древняя традиция закалывать свинью. Дело в том, что свинина в России появилась несколько сотен лет назад. Примерно тогда же, когда картошка. То есть это не может быть древней традицией, но никак. Но за счёт устного народного творчества это воспроизводится, как будто бы это из предвеку в веку происходит. Мы вот говорили с вами ещё про украшения ёлки, которые возникли собственно иногда даже вот от нужды стеклодубы начали вдувать. Стеклянные украшения. Но вот когда ёлка появилась, когда эта немецкая традиция пошла в Россию, существовал такой набор ёлочных игрушек, ну из бумаги вырезали, который обязательно должен был быть. Во-первых, свечи ставили, украшали звездой вифлеемской, значит, макушку, вот, потом другой звездой. Да. Потом клали под ёлку эти замечательные подарки. Вот. Дети должны были что-то изображать. Им вот за это позволялось отрезать верёвы, значит, ножничками что-то там такое вот вкусное. Но это опять вкусности. И какие-то символы. Вот эти символы заложены были больше христианской традиции или просто вот там зверушек разных, потом клоунов, потом трубачей, потом ещё чего-нибудь. А тут, наверное, всё это переплелось. И языческие традиции, и христианские традиции. Потому что, если взять калятки, то тут как раз вот эти вот языческие традиции, фигурки, которые на Руси делали, именно животных, зверьков различных, естественно, которыми принято было одаривать. В христианстве это как раз вот эти вот яблоки, орехи, которые традиционно использовали. Ну, свечами, как считается, Мартин Лютер первый свечами ёлку украсил, но просто свечи были очень дорогим удовольствием, парафиновые. И далеко не все могли себе это позволить. Потом пожароопасно, всегда в гостиной и вёдра с водой стояли. А вот как раз когда стеориновые свечи появились, вот тогда уже это приведено было в массу. Болезненный вопрос. Вот в Европе винопитие и вообще употребление неких горечительных напитков именно на Новый год чем-то отличилось от других праздников, когда тоже в общем-то употребляли и упивали. И у нас это вот, если опять-таки к Петру обратиться, он же в своём этом знаменитом указе сказал, что опьянство и мордобои не учинять, ибо на это других дней предостаточно. В Европе тоже всё по-разному было очень. Ну и, конечно, русский феномен, старый Новый год, иностранцы ничего не понимают в этих словосочетаниях. Да. Ну, вот старый Новый год, старый стиль это юрианский календарь, да, Новый год, и, соответственно, новый стиль это григорианский календарь. В принципе, считается общеупотребительным мнением, что григорианский календарь, по которому мы ныне живём, он гораздо более точный с точки зрения астрономической. Так это вот общее заблуждение, которое как раз астрономы не разделяют, но почему-то им это приписывается. Дело в том, что существуют понятия ведь самых разных годов астрономических. Есть солнечный год, есть звёздный год. Тропический. Солнечный и тропический, а звёздный и сидрианский. Так вот, звёздный год, он гораздо более точный с точки зрения ну, как бы, астрономии, да, с точки зрения реальности. И юлианский календарь, по которому мы празднуем 14 января Старый Новый Год, он гораздо более приближен, чем юлианский больше приближен, чем григорианский к именно звёздному году. Таким образом, можно говорить о том, что юлианский старый календарь, он более точный. И григорианский, который был введён в конце 16 века, почему так назван в честь Папы Григория, тогда как юлианский назван в честь Юлия Цезаря, вот этот самый календарь с конца 16 века уже неоднократно становился объектом попыток реформы. И в 20 веке было предложено неоднократно сменить григорианский календарь на другие календари, потому что его погрешности за несколько сотен лет уже превысили погрешности юлианского в астрономическом смысле. Но всё равно в России никакие погрешности не смогут отменить традицию празднования Старого Нового Года. А потом это же связано ещё из... С постом. Да, с постом. Ведь Новый Год приходится на пост. Конечно. Самая строгая неделя. Васильев вечер 14 января или Семён летопроводят с 1 сентября. Всё большее количество моих друзей переходит на эти Новые Года. Хотя православная церковь, она ведь к Деду Морозу тоже очень неоднозначно относится. Ну, к современному, да. Кто-то считает его как неоязыческий какой-то персонаж, а другие говорят иерархи церкви, что они согласны признать Деда Мороза, если в его официальной биографии будет указано, что он принял крещение. Это уже из области, мне кажется, фантастики. Здесь не нужно, конечно, путать глубокую традицию, связанную с такими серьёзными пластами человеческой культуры, как христианскую традицию, и традицию пиршества, веселья, иногда неумеренного. Вот. Ну, наша передача сегодня такая лёгкая, или мы пытались, точнее, сделать, чтобы она была лёгкая. Вот. И в самом конце мы должны сказать, наверное, может быть, простую и главную вещь, что люди всегда хотели праздновать приход новой жизни. Это связано было вот с новолетием, неважно, это зимняя стужа, или это сбор урожая, или это весеннее сонсостояние. У разных народов это связано было по-разному, но в этой традиции, в любой из этих традиций, это был символ новой жизни. Поэтому всегда этот праздник будет весёлый, ожидаемый. Вот. Есть особенности, но мы сейчас не будем о них говорить в конец нашей передачи. Главное, что у нас есть всегда повод вроде бы за таким весёлым и радостным поводом и немножко порассуждать о смыслах. Спасибо вам нам, по-моему, это сегодня немножко удалось. Я вас благодарю за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы в скором времени встретиться и вновь продолжить экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова